приветствую ребята на канале дойку сегодня я с небольшим выпуском новостей из германии сегодня у меня вот хорошие новости я только что приехал из города цинст разговаривал со своими друзьями немцами да и они мне рассказали что вот со следующей не со следующего месяца где-то в средине месяца уже открываются полностью отели в городе цинст я думаю это не только будет городе цинста вот наверное на всем севере германии уже откроют отели и туристы смогут заезжать то есть ребята это класс те кто живет германии смогут по крайней мере поехать на север но я думаю везде будут открываться где-то со следующего месяца и туристы смогут путешествовать какие конечно ограничения будут для туристов введены чтобы они заезжали я это не могу сейчас сказать пока это не обсуждалось но я обязательно выпущу ролик там где будет все сказано ребята я узнаю какие ограничения что нужно будет делать туристам чтобы заехать в отель потому что на мой взгляд мне кажется так просто не будет что туристы смогут заезжать мое конечно мнение что они должны будут привиты они должны или делать тестом перед заездом чтобы он действовал чтобы у вас был негатив или быть переболевшими к видам но только мое мнение пока этого еще не ввели но вот то что откроется все это я знаю уже как бы на сто процентов эта информация уже идет от немцев и как говорится директоров отелей все остальное я вот недавно разговаривал да и как бы эту информацию доношу до вас так что если вы сидите дома готовьтесь к отпускам ребята едьте в отпуск отдыхайте я думаю жизнь потихоньку наладится ну и мне кажется это уже последняя если сейчас все откроется я думаю победили корону ребят я думаю уже ничего не будет уже никто не будет закрывать пусть даже этот мути рев ший вирус уже как бы население привито большая часть населения дальше уже иммунитет массовый будет вырабатываться я думаю германия не пойдет уже опять осенью допустим все закрыть хотя вполне все возможно посмотрим что будет осенью так ребята вот завтра еще такой день очень классный в германии этот день называется фатерс так что это такое ребят я немножко вам сейчас поясню вот мы привыкли до что у нас есть там 8 марта день матери да там а здесь германии есть и день отца что происходит в этот день в этот день все мужчины у них выходной они не работают государство им дает выходной день и эти люди ну вообще он пришел очень давно этот праздник да еще среди то есть я не помню точные даты когда он пришел но там нужно было там идти допустим в церковь да там с утра вставали шли в церковь целовали там своих детей в лобик то есть там туда-сюда папы да ну вот но в германии его отмечает совсем по-другому как показывает практика я поговорил и с немцами и вообще как они отмечают этот праздник в общем разные мнения и каждый отмечает его по-разному но в основном в этот день когда выходной немцы просто тарятся перед этим днем до в магазинах набирают вино набирают пиво да и начинают отмечать этот день и под вечер уже какой там день отца уже с детьми как бы мужчин население мужское население германии уже как бы пьяная да что они еще делают они еще делают они как бы делают вылазку да на природу они жарят там шашлык грилят еще что-либо ну если конечно позволяет погода сейчас вот что-то похоже на дождь но уже потеплело в германии посмотрим что будет завтра завтра возможно и не будет дождя и многие немцы отправятся на природу да и еще как почитать статистику да что пишут что в этот день очень часто полиция останавливает и пьяных за рулем очень большая статистика так как в этот день люди употребляют конечно в германии можно употребить бутылочку пива и сесть за руль это не проблема и не вопрос никто тебе трубку не поставит но все же пить за рулем не рекомендуется и вообще не нужно немцы очень все думают что допустим русские там пьют много украинцы пьют много немцы не пьют много нет ребята немцы иногда пьют побольше чем русские побольше украинцы я часто вижу как немцы тарятся в магазине так как вот я хожу в магазине смотрю допустим идет немец он берется я там взял себе баночку пива до чтобы ее выпить захотелось мне эту баночку пива просто попить пиво да это одна банка то максимум две баночки пиво немец идет сзади у него . у него там пять шесть ящиков дешевого какого-то пива и он берет это естественно это все выпивает они тарятся очень капитально ну естественно не все немцы так же само как взять у нас в наших странах тоже не все алкоголики да не все пьют но здесь употребляют и прилично пьют вино пьют пиво но в основном немцы не пьют водку да там самогон как у нас гонят немцы в основном употребляют слабо алкогольные напитки то есть они очень сильно любят пиво посидеть в каком-нибудь барчик и поговорить попить за бокальщиком пиво и вот в этот день они тоже посещают эти бары так как этот день мужской поэтому люди позволяют себе многое то есть мужчины да так что ребята кто сейчас смотрит да этот видеоролик я поздравляю мужское население германии с этим праздником ребят я думаю мужчины тоже имеют право отдохнуть и этот праздник должен быть не только женский не только день матери так как есть и отец так что ребята с праздником вас мужики смотрите сильно не напивайтесь не бухайте так как в основном если куда-нибудь ехать приходится садиться за руль и куда-нибудь выехать на природу обязательно нужно куда-нибудь выехать да это нужно ехать поэтому за рулем пить не рекомендуется ну одну банку пива можно конечно выпить ничего страшного в этом не будет но если больше это уже будет не очень хорошо как бы и сами понимаете когда есть за рулем подпитый не так ориентация не та реакция в общем ребята с праздником вас большим всем кому понравился этот видеоролик ставим вот такие пальцы вверх кому нет вниз не забываем подписываться на канал будет будет ребят и вас будет ждать вас что вас будет ждать очень много хороших видео очень интересных о германии я сейчас начну записывать очень много видеороликов о германии рассказывать вам полезную информацию также я буду продолжать делать учебные видеоролики и небольшие распаковки товаров именно тех которые я проверил и считаю нормально всем удачи ребят чузи и и и